После того, как отгремели эстафеты, которые принесли очень разные всем эмоции, кто-то вот индивидуально на своем этапе, наоборот, себя очень хорошо почувствовал и надеются это сегодня доказать, что они на максимуме своей готовности. Юлианские Альпы, славянские, точнее, славяно-итальянские Доломиты, потому что они находятся на границе. Огромное количество интереснейших маршрутов. К сожалению, формат биатлона не очень позволяет углубляться в эти экскурсии, но, уверяю вас, как только приоткроется, обязательно этим стоит воспользоваться. Да, горы достаточно дикие, да, по лесам медведи, и медведей больше, чем в Трентину у нас, потому что более тысячи по последней переписи населения. Но природа настоящая, несмотря на то, что рядом вот такой вот огромный биатлон, рядом Львана, довольно большой город и много всего. Еще раз, глобушник проводит нас по маршруту. Еще раз продемонстрирует запись, которая была сделана в самом начале, когда были сильные снегопады. Около 10% подъем. Конечно, он проведет очень большой отбор сегодня в гонке. Затем нырок и еще одна стенка, и затем самые быстрые и самые длинные из спусков. Где вы видите, даже особенно и не растолкавшись, ты идешь, ну, по виду под 50, так, ну, 40 с чем-то он, скажем так, набрал, учитывая, что не особенно старался разгоняться и не складывался. Ну и здесь достаточно крутой, хоть и короткий подъем, который вводит человека в соответствующее состояние, вносит свою аритмию. Вот этот вот зубец, конечно, несколько стоит особняком. Поэтому на масс-старте, который имеет протяженность 12,5 километра, напоминаю еще раз форматы и 4 огневых рубежа, провокация ошибок, учитывая, опять-таки, напряженность борьбы, ожидать стоит. Вот он стартовый протокол, 30 сильнейших, некоторые подняты из резерва, в частности, вот многоопытная она из Беском была, в резерве, но поставили ее, получила она 30-й стартовый номер. Соло и Олимбекова представляют Беларусь и находятся выше своих соседок по странам постсоветского пространства в стартовом протоколе. Это говорит о, это говорит о их скоростях на данный момент. Питгрушный Блажко, 20-й, 23-й номер у призеров из стафеты, которые вчера сражались до последнего мгновения, и были шансы и серебряные, но и бронза тоже очень солидное достижение. Две россиянки Миронова и Казакевич по 25-м и 26-м номерам, и Байба Бендика, номер 28, у которой пока не складывается со стрельбой. Тандервол решила сегодня обойтись без шапочек, без налобных повязочек. И идет налегке, как и вот вы видите, Симон тоже. Вместо того, чтобы надеть верхнюю часть комбинезона, она ограничивается просто футболкой. Такой, в некоторой степени компрессионный, ну, первый слой, он же и единственный. И поверх него красный бип лидера генеральной классификации в этой дисциплине. 156 очков у нее против 132 к данный момент у Ройслан. Режиссер трансляции Екатерина Шленкова и комментатор Сергей Курдюков полюбуются этой гонкой, потому что она потрясающая. И по формату своему она самая молодая, так или иначе, в программе крупнейших соревнований среди личных состязаний. Ну и тут так, кто выигрывал почти все, в данном случае это Экхофф, хочет доказать свою подавляющую силу. Хотя, по идее, повторить достижение Ройсланд на прошлом чемпионате уже не удастся. Ей, но тут уже это отложено в сторону. Идет большой хрустальный глобус, наконец-то ей в руки. И мало что может этому, конечно, помешать при таком движении, при таких ходах и при такой уверенности. Правда, отдельные сбои появлялись у нее. И, в частности, в эстафете она немного подрагивала. Но она призналась после того, как они все-таки здорово все это завершили. Она призналась в том, что всегда, независимо от текущей формы, трясет ее перед эстафетной гонкой. Потому что мера ответственности и то, что она идет не за себя, а за всю команду, постоянно ей это мешает, а не помогает. На кого-то это влияет, наоборот, совсем иначе, противоположным образом, как, допустим, на украинских спортсменах, которые всякий раз в эстафете успевают собираться на крупнейших состязаниях и показывают свои лучшие результаты. В особенности это касается Питгрушной. Ну вот и тем не менее. У осей противостояния очень много всяких разных, включая и такое, казалось бы, командно-дружественное противостояние двух сильнейших норвежек. Потому что Ройшлан, конечно же, сейчас, помимо того, что она защищает свое звание чемпионки мира, помимо того, что это ее специализация, вне всякого сомнения, конечно же, неосуществленность амбиции просто висит в воздухе. И практически она идет по сценарию прошлогоднего в Кубке мира, как раз-таки Экхофф. То есть до чемпионата потрясающий набор результатов. Потом, правда, она несколько пораньше стала садиться, после Нового года. И вторая неделя Оберхоффа была у нее не ах, как прекрасно. И Вантерцельви тоже. Она не сумела дотянуться до пьедестала почета и кошмарным образом совершенно провалилась в длинной гонке. Посему, конечно, тут вопросы есть. Вирер сейчас на экране. Доро. Вы знаете, это прекрасно. Я многократно цитировал во время этого чемпионата, что ей очень тяжело морально выступать. И вообще этот сезон ее очень сильно придавил. Не тот режим существования для нее. И психологически это почти для нее неподъемно. В то время как для Лизы вполне нормально. И ее в основном тормозили не психологически, а физически. Моменты, с которыми она разобралась. Ну вот вы видите, второй стартовый номер еще не гарантирует благополучной жизни. И Давидову мало того, что затолкали, она еще приупала. Скажем так, ничего не повредив к счастью. Но завязнув основательно. Давидова одна из быстрейших. Под 5% преимущество в скорости над средней гонщицей пелотона. Но при этом кошмарная нестабильная стрельба. Однако ее день был уже на этом чемпионате. В начале нынешней недели, когда она под ноль отработала на пятнашке. Все рубежи. Два Росиньола против Фишера. Тут на выкате посоревновались. На спуске. Лыжи и вы видите итальянка-француженка в одной колонне. Норвежка и шведка в другой. В принципе, крупным биатлонистам и биатлонисткам вот сейчас в эти дни приходится относительно непросто. Потому что, конечно же, трассу хорошо готовят. Конечно же, трасса с утра все равно выхолаживается. Не вымораживается, поскольку мороза нормального нет. Все равно так вот где-то около нуля. Ну, где поглубже, так вот закрыто со всех сторон, там вымерзает получше. Где открытие и поближе к солнцу, там и ночью особенно не остывает. Вот он, этот сверхопасный поворот, на котором Симон опять в очередной раз демонстрирует свои хорошие скорости на вираже. И не только она, но и ее подруги по команде тоже. Которые все в основном из Альп. Ну, некоторые из Юры, но, читайте, это все равно горные гонщицы, которые с детства научились по петляющим спускам узким ходить между деревьями, абсолютно ничего не страшась. И благодаря этому, как вы помните, и добыт Симон успех в очень непростом поединке в миксте. И она сумела взять, как говорится, саму Тирил Экхофф. Которая, в принципе, если поставить их на контроль чистый лыжный, наверное, ее бы все-таки перебегала. Миронов и Казакевич постарались сохранить в целости инвентарь. И вышли на эту дистанцию достаточно ровно, без эксцессов. Светлана сумела добиться пятого места в начале этой недели в индивидуальной гонке. И, конечно, это, в общем, луч надежды, как его назвали очень многие. Может быть, сегодня не рекордные скорости, хотя местами очень скользко, но, по крайней мере, все в равных условиях. И вот этот контур-уклон, этот лоб, который все, по идее, совсем не против пройти по инерции. Но инерции, в особенности тем, которые находятся в глубине пелотона, не хватает. То есть ее хватает даже с избытком, и приходится отплуживаться, оттормаживаться для того, чтобы не влететь в преди идущих. Счастье, без этого тоже обошлось. Настолько длинный список тех, которые могут быть шальными претендентками на победу, как вот, например, Давидова в длинной гонке, что, в общем-то, ее победа не логичный результат. Давайте будем откровенны. Но даже логичных претенденток на все, что угодно, вплоть до золота, здесь десяток человек. И рассматривается эта гонка совершенно отдельно от текущих результатов в Кубке мира. Динара Олимбекова довольно бодренько перед входом на огневой рубеж. Прошла кусок в гору. И на спуске тоже прокатилась прилично. На хорошем ходу и на удобном пульсе вкатывает на первый огневой рубеж. Но все пока по своим коврикам, все пока по своим номерам распределяются. И пошли. Симон начала первый. Вирер за ней. Экхоф с первого же выстрела машет, так же, как еще Валье Буше. Вирер, несмотря на свою обычную твердую руку, тоже промахивается. И Ройсланд первая заканчивает. Обладательница Золотого Биба уходит на дистанцию лидера. Ну и дальше у очень и очень многих чистая стрельба. Без захода на штрафной круг, в отличие от Экхоф. И Давидову тоже сподобил Господь в этот раз начать без штрафа. Гаспарин еще быстрее. Обе сестры Гаспарин в виртуальной тройке. Это, конечно, удивительно. Казакевич и Бендика отлично отработали на первом рубеже, так же, как и здорово справилась Петгрушная. Пусть и несколько медленнее, чем некоторые конкуренты Миронова, так же обошлась без проблем. А Экхоф молниеносно преодолела штрафной круг. И в результате оказалась в пределах 20 секунд от лидера. Но, к сожалению, вот дрогнула рука. Почти что уже обладательницы Кубка. Но не забываем о том, что все-таки худшие гонки отбрасываются. И, соответственно, здесь тоже худшая гонка будет отброшена. Пока совершенно непонятно. Но я надеюсь, что все-таки с Эстершуном все будет нормально. Учитывая, что слетает гоночная программа в Новомясто, что-то будет с биатлоном. Откроем мир спорта и ставок с официальным спонсором нашей трансляции, компании Бэтбум, и получи до 1000 рублей при регистрации. Второй круг. А уже немало потрясений. Откровенных крушений фаворитов мы видели немного. Однако видели. И в результате Олимбекова, Соло, Симон получают такое отставание, что при подобном напряжении борьбы, напромахивавшись только, уже рассчитывать ни на что не могут. Шведская команда коллективно просела. И, в общем-то, это более-менее ожидаемо. Персон довольно тоже неожиданно становится лучшей из них на данный момент, занимая пятую строчку промежуточного протокола. На отметке 3.3 она находится в первой группе по-прежнему. Витоци, как и обещала, взялась за дело Рьяна. Вот так бы задорно, как давно не получалось, сказала она после эстафеты, которая в целом из-за слабых второго и третьего звена. Не получилось у них, конечно, триумфальной, мягко сказать. Тем не менее, Витоци своим этапом конкретным была довольна. Лиза шла смело, Лиза шла сразу же агрессивно, потому что она не отваживалась очень долгое время после ковида бегать таким образом, не безосновательно предполагая, что ее будет накрывать на последнем круге, особенно в горах. Сейчас она чувствует, что организм отвечает, что он восстановился, что клетки обновились и пора. И совсем другая гонка была в ее исполнении. Сестры Гаспарин, более опытная, наиболее опытная, скажем так, Селина и 30-летняя Лиза. Кстати, Лиза очень стабильна на этом чемпионате мира и хорошо собирала очки, качественно очень отработав. Ну и вот эти самые виражи. Вот на этом вираже точно так же балансировала чемпионка мира между падением и непадением во время ее заключительного этапа победные эстафеты. Ну и потом она сама, мы все подметили, как она вопила, когда разгоняла круговых, зависших в полусознательном состоянии. Она очень боялась Петгрушной, очень опасалась Петгрушной. И знала, в какой-то форме находится, и как она быстро приближается. И поэтому на любом участке хотела убежать как можно дальше. А тут такое ощущение, что будет полностью заблокировано тихоходами. И поэтому, да, визжала на ультразвуковых частотах, потом сама над собой немножечко иронизировала. Помимо того, что Симон очень неудачно отстреляла и находится сейчас в хвосте, как-то она вот все-таки уже и набрала усталости на этом чемпионате мира. Чуть была швейцарка не отправилась на обочину, а потом и в лес. Поймала себя движением резким руки. Но опасная была штука, тоже опасная ситуация. Симон уже просто откровенно устала. И сразу же выбрасывает себя тем не менее из уважения, как говорится, к лидерству. За нею тоже следят. Две страдалицы этой гонки, Анна и Блажко, занимают 27-ю и 28-ю только позицию. Но тут спасибо славянским режиссерам, потому что по идее режиссерское решение. Ну все, фаворит выпал. Разок его показать и забыть о его существовании. А между тем и это тоже гонка. И это тоже вот как раз большой спорт. Это тоже его квинтэссенция. Суметь подняться после того, как тебя все настолько сломало. После того, как не получилось совсем ничего. У самой быстрой, у самой стремительной Экхофф, а Экхофф даже в толпе ухитрилась на первом круге быть самой быстрой. Проблем со скоростью нет, и поэтому она может себе позволять штрафной круг. И пробежав этот штрафной круг, она почти ничего и не потеряла, кроме сил, естественно, потраченных на погоню. Приходит сейчас в этом же огромном пилотоне на второй огневой рубеж. Райшлан очень сейчас спокойно и сбалансирована психологически. Такое впечатление, по крайней мере, но начинается штрафного круга. Расстрельность была на высшем уровне Казакевич и Бендика, заканчивая стрельбу мгновенно. В одной тоже мгновение Миронова быстро начав и претендуя на то, чтобы взлететь по этому пилотону, оказывается на штрафном круге. Бендика и Казакевич виртуальной тройке. Хаусер лидирует. Ее выносит судьба наверх. Эхков на сей раз аккуратнее со стрельбой. Пусть и не очень быстро в этой стрельбе. И больше на круг не заглядывала. И снова Петгрушная показывает себя снайпером, какой ее и знает уже в течение многих лет Витоци Эверк уже в 20 с чем-то секундах. Обладательница двух подряд побед перед этим чемпионатом только сейчас ложится на втором огневом рубеже. Ее подруга по команде Шевале Буше тоже не блеснула. Француженки с точки зрения стрельбы спеклись в этой гонке коллективно. Беском ближайшие из них это только двадцатое место. Ох ты мой! Симона Сейра остаточна. И это говорит о том, что, конечно, провал на первом огневом рубеже больше из области психологии. Но и психология составная часть биатлона до такой степени, что у всех mental coaches у сильнейших команд по крайней мере они у всех есть. Держится за эту группу Казакевич дебютантка чемпионата такого уровня. 23-летняя всего-навсего спортсменка из Екатеринбурга, у которой очень хорошая статистика в лёжке и совсем не такая уверенная в стойке. Но это чемпионат и это отдельная гонка. Бывает озарение и на него она вполне вправе рассчитывать. Быстрые норвежки начинают постепенно расталкивать первую пачку. Но Ализа, вы видите, вынуждена возглавлять одну из групп погони. Витоци заглянула на штрафной круг так же, как и её напарница Вирер. Но Вирер, тем не менее, в погоню в этот раз включилась лучше и вот она сумела себе сказать Доро. Ладно, ещё вот одна гонка. После этого будет долгожданный отдых. К сожалению, без карнавала, а это период карневале, как известно в Италии февраль, не погуляешь особо, хотя некоторые нарушают и штрафуют и всё это тоже. Гудит, гудит, гудит. Ситуация к сожалению с РТ с индексом ухудшается и в этих условиях, конечно, полностью отдохнуть душой Вирер не удастся. Но в этой гонке надо собраться, в этой гонке надо сказать себе, что все вот эти моральные и физические страдания, а физических было даже по боли, наверное, учитывая заболевания перед самым чемпионатом мира. К счастью, не ковид, но тем не менее выматывающие и потребовавшие, как уже много раз говорилось, немалого количества медикаментов и отлично вот здесь на спуске у Казакевич было там 2-3 метра дефицита, но она восстановила мгновенно контакт с этой группой, пройдя вираж очень сбалансированно и агрессивно. впечатляет, впечатляет, что и говорить. Лидер общего зачета настроена не меньше, чем на золото. После того, как золотая майка откатилась, желтая майка сейчас в центре внимания. Ройшланд с одним штрафным кругом, казалось бы, всего, и бежит Ройшланд скажем так медленнее все равно. На этом круге она немножко подсела. Группа Мироновой. Мироновой. Витоци, Эверк. Опять у Немок тоже здесь не так уж клеится, хотя Хинц имеет шансы и держится в пределах 10 секунд, но все равно с другой стороны то, что сумели они взять медаль в эстафете несколько успокаивает публику, экспертов, прессу и так далее, но уже заявлено Айзенбюхлером не тем, который прыгает далеко, а тем, который возглавляет вот это биатлонное хозяйство, что будет практически искусственное омоложение состава. Может быть, даже с сезона 22-го года, несмотря на то, что он олимпийский с уже прицелом на следующий олимпийский цикл, ибо, говорит, он как-то вот зависла. Эта ситуация и из андеровских и юниорских рядов пополнение было маленькое. В то же время сейчас вот эти успехи Ванессы Фохт, которая в 23 своих года подбирает одну Айбьюшную гонку за другой, но давайте учтем все-таки разницу между Кубком Айбью и основным Кубком Кубком мира. неоднократные россиянки с этим сталкивались в текущем сезоне тоже. И тем не менее, конечно, когда молодая спортсменка показывает солидные результаты в менее стрессовом Кубке, это говорит о ее перспективе. Безусловно, так. Падение от Лессера после своего эстафетного этапа практически без сознания тоже стало предметом для разбирательств. Что он очень нездорово себя чувствует на данный момент и что тоже типа пора на тренерскую работу. Какая-то такая фразировка и с каких-то других времен. Не знаю, чем это закончится. Ладно. Третий из четырех огневых рубежей. Опять Экхофф сходит с основной трассы. И восхитительно заканчивает этот огневой рубеж Бендика и Хаузер. Увы, этого не скажешь о Казакевич, которая здесь на зубах держалась. Грушная все в своем ритме. И движется в своем ритме, и стреляет в своем ритме. Но первый промах у капитана украинской команды. Увы, Витоци справляется без штрафа. Гонка опять перетасовывается не целиком. Хаузер и Бендика ушли вместе. Ну и несмотря на штрафной круг очередной, которых в общей сложности уже два у нее, лидер Кубка Мира уходит на дистанцию третий. Витоци встраивается за нею и такое ощущение, что по ходу в этой гонке готова терпеть по крайней мере. Возвращение Ройшлан и Тандервул быстро исправила свою ошибку. Вирер тоже претендует на все, что угодно вплоть до медали. Шведская сборная имеет все-таки системную функциональную проблему на этом чемпионате. да, в своем коронном виде она справилась, но это был вот просто тот день, когда она не имела права проиграть и все свои ресурсы мобилизовала, а так во всех остальных гонках она на себя все-таки не похожа, даже на себя в начале нынешнего сезона. Пошли они спидгрушные догонять на 46-секундном отдалении от Хауза. За много-много лет впервые и всего во второй раз вообще в истории личная медаль была добыта Лизой Терезой Хаузер. Вот обратите внимание, что гидрация может быть даже с некоторыми солями на этой казалось бы по меркам чистых лыжных гонок не марафонской гонки тоже важна. И Экхов так же как и итальянка воспользовались возможностью, тем более сегодня день объективно вот на этом режиме работы день очень жаркий. Вполне вполне убедительно упирается сейчас Байба Бендика. латвийская спортсменка из Цесиса очень спортивного хоть и не столичного лучшее достижение пятое место на этапах Кубка мира. Она занимала его дважды в индивидуальной гонке здесь по клюке на репетиционном этапе Кубка мира можно так сказать в девятнадцатом восемнадцатом году точнее в конце восемнадцатого ну и затем еще в спринтерской гонке в Кенмаре но это не затем а это ранее и очень давно в самом начале ее карьеры когда она еще была маленькой сенсацией разрыв 20 секунд серьезен конечно можно провести очень медленную стрельбу и растерять и 20 секунд но так без штрафного круга у Хаусер и Бендики до них не дотянешься у них достаточно хорошие скорости у Бендики в этом году 3,1% скороходность относительно средней скорости в пелотоне рассыпалось немножечко это формирование где находилась Петгрушная и Елена поймала 5 секунд очень много сил потратила она на этом чемпионате мира начиная с самой первой гонки и физических опять же тоже и моральных так же немало но эстафета отплатила ей за эти усилия отдала ей должок то видите Бендика за счет чистоты за счет такого падания на палке а так или иначе конечно же все-таки коньковый ход классика тоже ради бога которая которая правда здесь в гонках не применяется уже достаточно давно но когда-то естественно применялась была собственно основной техникой в биатлоне и то и другое подразумевает умение использовать вес умение использовать инерцию а не только за счет силы мышц продвигаться вперед так в особенности на длинные гонки долго не проживешь Хаузер в финале этого затяжного успешного периода такое ощущение что не подавляюще сильна что в принципе с ней соревноваться можно и Бендика от нее даже и не думает отставать инвентарь ее также не подводит на выкате там Байба очень хорошо выкатила сохранила скорость Витоцци тоже здесь не претендует на то чтобы работать парой ибо по определению быстрее Экхоф и Экхоф сейчас рвет дистанцию запасается каким-то хотя бы преимуществом для того чтобы за счет своей характеристики человека молнии даже если она еще раз промажет все равно претендовать на призовое место Тандервул и Ройшлан на полуминуте стабильный в темпе подперли Вирер действует ей на нервы и еще одна связка где несколько немок где Эверк причем не единственная шведка Персон в очередной раз тоже возвращается и между ними Елена Петгрушная которая сейчас перед решающим огневым рубежом немножечко видно что пытается расслабить мускулатуру даже на этом режиме тренеры кричат здорово здорово действительно она очень умно отрабатывает этот подъем без надрывной безоглядной работы на последнем огневом рубеже Хаузер и Бендика имеют отличное преимущество и вот вы видите насколько все-таки этот чемпионат изобилует большими сюжетными поворотами и относительно новыми именами которые все в принципе прекрасно знают но никак не предполагали что так здорово они выступят эти девушки в прогнозах в списках прогнозистов были очень далеко напоминаю подиум прошлого года Ройшлан Вирер и Эберг Старшая позапрошлого Вирер Екатерина Юрлова-Перхт и Денис Херман которая к сожалению и заканчивает этот чемпионат без особо радостных эмоций но по крайней мере эстафета ее немножко спасла аморально из немок ближайшие Пройсы Хинц борются за места в десятке сильнейших но только этим и ограничиваются Элиза Тереза Хаузер становится первой в истории австрийских лыж вы конечно же узнали да это все немецкая тренерская бригада которая получила окончательные большие полномочия в этом году Экхов заглядывает на штрафной круг но при этом и тратит довольно много времени Лиза Лиза справляется Вирер не совсем Лиза летит на подиум Сападина сегодня заканчивает круг ада который начался для нее еще в межсезонье она разорвала этот круг она вышла из него она все делала очень зрячий и умно и она сегодня на подиуме единственный вопрос на какой ступени пьедестала подсчета я думаю что фора в 10 и 12 секунд которые дали ей Ройсленд и Тандерволл вполне достаточно Экхов только пятая безусловно она самая титулованная на этом чемпионате мира но чемпионат мира чемпионатом Экхов учитывая впечатление заключительной недели все-таки наверное далеко не каждый назовет учитывая ее поражение допустим в маленьком миксте или сокрушительное поражение в длинной гонке едва ли не главным именинником сегодня будет Геральт Кёнинг которого увидели сейчас специалист по стрельбе плюс личный тренер Лизы Терезе Хаузер на протяжении уже нескольких лет как вот у Стины Нильсон которая сейчас потихонечку все выше и выше уже до десятки на кубке IBU как с ней работает швейцарь Шаблос известный еще как биатлонист нашим болельщикам со стажем такой расклад и здесь так что вдвойне он причастен к этому огромному успеху Лизы Терезы и этот чемпионат ну вы сами понимаете какое она на финишном повороте можно так сказать в длинной гонке сумела стать совладелицей маленького хрустального глобуса и здесь-то конечно отставание было приличное она начинала только на седьмой позиции опять-таки еще кубок не закрыт еще будет завершающий этап который пройдет не в Холмин-Колине а в Эстершуне но это все детали которые ей даже не приходит сейчас в голову Лиза терпеть здесь ну норвежки доедают ее в эту гору работая парой поплыла немножечко Лиза Витоци и поспешил ее награждать так тут еще и Экхов летит так что по-моему готова пройти всех и Витоци и двух своих подруг по команде вот он драматизм этого чемпионата до самого последнего мгновения единственное что не вызывает сомнения если только в лес не прогуляется по целине что Хаузер этот чемпионат конечно же выигрывает да когда такие три сильных спортсменки как переживают девчонки из эстафетной четверки которые сегодня и рады бы помочь да нечем все равно очень достойная гонка пусть скорее всего и приносит в деревянную медаль какая пашня какой не скользкий вот этот лоб прозагретый жарким внезапно таким из середины марта пришедшим солнцем теплые волны нанесло из Африки накрыло этим всю южную особенно сторону Альпы и все это уперлось в сибирские холода и в циклон атлантический в результате печет 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 наши обожаемые горы и сейчас вот при таком режиме работы как же жарко как им всем жарко ну и здесь внутренняя конкуренция как на спаррингах на сборах все равно и Тандерволл обычно на этих спаррингах проигрывала Ройшлан сейчас пока мы видим то же самое но на спуске есть еще тоже где проявить свои технические качества единственное что притормаживающий лоб не дает возможность уже сам совсем безоглядно разогнаться на финишную прямую поэтому здесь можно еще атаковать в пригорок что Тандерволл и делает благополучно тоже человек который перенес очень многое и почти потеря сознания у нее была несколько недель назад и аритмия и исследование этого глубинные которые к счастью ничего опасного в глобальном смысле не выявили обходит она постепенно Ройшлан она видела по динамике что Марте не непобедима сегодня но у той воля опыт не забываем об Экхофф Экхофф за коротенький коротенький кусочек сумела более-менее восстановиться 7 секунд всего-навсего ей не хватает до этой мини-группы но те тоже идут на подпредельном режиме на спуск расталкивается Тандерволл первой и по-моему не успевает здесь на этом коротеньком отрезке восстановиться ее дуэльная соперница ослабляет она мощность отталкивания и Тандерволл уходит от нее но австрийка кто-то скажет догуливает но она так много потратила перед этим что сейчас тяжко более-менее отдышалась золотая майка и эту горку они по темпу прошли практически вровень но все равно Тандерволл как восходительница сегодня предпочтительнее к сожалению гранд-финала у нее дома не будет в этом году она из Осло на ее родных трассах встретится уже в следующем сезоне гонщицы этот чемпионат она заканчивает серебром я думаю серебром если вдруг там на последнем повороте не оступится но здесь не должно было быть так потому что там даже вельвет есть Лиза Тереза Хаузер суперзвезда этого чемпионата вполне потому что очень яркие успехи первые медали личные и не только личные как вы помните еще и в миксте и тут прилетает и еще бы сто метров и может быть лидер общего зачета Кубка мира стало бы даже и второй Ройшлан напротив вынужден отмириться с тем что этот чемпионат некая противоположность чемпионата предыдущего как выложилась Экхоф плыла Ройшлан плыла Тандервалл но Экхоф не хватило дистанции просто-напросто а так конечно как королева скорости она утвердила свою власть Витоци еще надо поработать еще надо постепенно продолжить восстанавливаться и самое главное что не очень горевать по поводу того что норвежки так ее нокаутировали все идет в верном направлении просто еще не успевает окончательно оформиться в этом верном направлении последний круг для нее стал кризисным увы но это так Дора Вирер и Бендика который разводит руками личный рекорд покорить не удалось она сегодня была готова бороться причем и по скоростям тоже даже за призовое место но извините и в суперэлитной тридцатке занять девятое место это тоже солидная строчка в биографии сборная Германии опять где-то рядом у женской команды лучше чем у мужской в этом плане получалось Пройси Хинц десятки сильнейших но объективно мимо пьедестала почета не на одном из отрезков они не выглядели претендентками на призовое место ну и конечно то что бывшие главные тренеры сейчас работают с австрийками и австрийцами и у тех такие большие успехи конечно это тоже дополнительный раздражитель сейчас для бунды сформирования но и это предвещает бескомпромиссную борьбу в дальнейшем Хаки даже пятнадцатое место оценивает довольно высоко золотая майка тут уже вы видите сердобольная любимица Мартана Фуркада тоже подбежала Миронов и Казакевич рядом стартовали рядом и финишировали далеко не так высоко как могли бы подняться в середине гонки были у них моменты хорошие в особенности у Казакевич но молодозелена что тут еще сказать французская команда поздравляет гонщицы французской команды друг дружку поздравляют с окончанием чемпионата мира не с итогом этой гонки но с итогом чемпионата да есть чем поздравить есть неплохие моменты и есть что обсудить дискон прибыла тоже не удивив особо качественной стрельбой с нулем оказалась только Лиза Тереза Хаузер и тирольская спортсменка коронована как чемпионка в Мастарте именно благодаря своим снайперским данным ну а что же традиционно это всегда вам конечно интересно кто самое быстрое по чистому лыжному ходу это Экхоф ну а Шевалье вы видите вообще замыкающий среди замыкающих прибывает сейчас так что не особо пригодился общий зачет в данной дисциплине в плане прогнозирования в этом смысле много довольно неожидавшихся неудач Бризас тоже нигде не сумела включиться по-настоящему хорошо Экхоф самая быстрая по лыжне точнее по ее отсутствии по коньковой дороге Тандерволл уступила ей в скорости 18 секунд Миронова была третьей по скорости 31 секунда у Светланы отличные функциональные данные но стрельба сегодня не сложилась 6 штрафных кругов у нее 4 у Ирины Казакевич две норвежки на подиуме но довольствуются вторым и третьим местом Хаусер в очередной раз наносит Австрию на карту биатлона посмотрим я думаю вдохновит своих снайперов из мужской команды Эйдера в первую очередь впереди у нас еще одна гонка на первом Евроспорте мужские состязания аналогичного формата только еще более длинные и вы видите сколько здесь потрясающих виражей сюжетных поэтому ждем большого количества удивительных событий и в следующей гонке тоже не пропустите ее Соло 11 раз промахнулась и своеобразный антирекорд и ее отличная скорость сейчас она где-то будет я думаю близко даже по общим скоростям всех кругов суммарно смотрим Олимбекова все-таки быстрее если брать сборную Беларуси ну потом там уже понятно что под конец она угасла и уже ни за что не боролась поэтому естественно своей скорости продемонстрировать она не сумела на минуту 43 она медленнее Экхоф ну а что же Хаузер Хаузер была с шестым графиком на 43 секунды медленнее Экхоф все решила стрельба которая у Экхоф трижды была не идеальной и она умудрилась тем не менее подняться на третью строчку финального протокола едва не подрезала Тандровол супервид гонка которая смотрится на одном дыхании гонка в которой зашиты сразу несколько маленьких гоночек и каждая из них непредсказуема Лиза Тереза Хаузер безусловно ярчайшая звезда этого чемпионата потому что много неожиданностей подарила она публике серебряный призер в преследовании стартовав в девятой в спринте в индивидуальной гонке пусть четвертая но стабильная в сезоне и с отбрасыванием худшего результата оказалась впервые обладательницей малого хрусталя серебро в миксте в первый же день состязаний и вот сегодня она чемпионка мира что мы можем сказать здесь я впервые стрелялась под ноль в этом чемпионате в это время и как хорошо что это совпало по срокам чемпионата мира выиграть чемпионат тем более в масс-старте в таком престижном виде я даже не знаю что сказать здесь действительно сейчас ну даже такие люди носительницы языка допустим шифринг когда ловят в такой момент когда у нее какой-то момент возвращения и так далее тоже она не сразу подбирает слова хотя это ее родной язык но для Лизы Терезы несмотря на то что она в спокойной обстановке вполне англоязычная тоже сейчас это слишком тяжелое лингвистическое испытание умница Тандерволл очень именно разумно и правильно провела она гонку на финальном отрезке задействовав свои сильные стороны и тоже разве это не назовешь возвращением она настолько сомневалась вообще вправе продолжать этот сезон появились страхи по поводу того что сознание будет уплывать и потом необъяснимым образом но удалось ей перевернуть эту страницу и взять серебро а Экхо всегда где-то рядом возьмем тайм-аут потом переселимся на Евроспорт 1 мужской масс-старт еще один восхитительный старт в рамках программы чемпионата мира будьте с нами для вас продолжают работать и режиссер Екатерина Шленкина комментатор Сергей Курдюков как раз небольшой тайм-аут для того чтобы привести в порядок трассу ну и болельщикам привести в относительный порядок свои нервы субтитры создавал DimaTorzok